И сегодня в Ярославле прошли проверки мест массового скопления людей. Это концертные, театральные площадки, а также торговые центры. В прямом смысле железный занавес разделяет зрительный зал и сцену Миллениума. Это 18 тонн огнестойкого материала. Он поднимается лишь на время концертов и репетиций. Управляют занавесом сотрудники пожарной охраны. В случае возгорания он станет спасением от огня и дыма. Сработают и десятки датчиков, которыми усеян потолок зала. Также здесь находится система водного пожаротушения. Вот эти вот кружочки, которые на потолке, они выбиваются. Отсюда идет разбрызгивание воды. И весь зал, если вы обратите внимание, он весь будет орошаться. В темноте заметны указатели аварийного выхода. Они работают на аккумуляторах. Даже если в здании полностью отключится электричество, люди смогут выйти из помещения. Аварийные выходы оборудованы системой антипаника. Они всегда открыты. Через эти двери можно выйти практически прямо на улицу. А чтобы в дверях не возникало толкучки, обратно зайти уже не получится. В случае пожара система сработает автоматически. Тревога будет объявлена по всем залам. Начнется ликвидация дыма. Кроме того, по зданию расположены десятки тревожных кнопок. Воспользоваться ими может любой человек. Есть и телефоны, которые напрямую соединят с диспетчерской службой. Добрый день. Это проверка. Все в порядке на объекте? Концертно-зрелищный центр первую проверку прошел. Следующим пунктом стал ТЮЗ. Здесь система пожаротушения обновилась недавно и отвечает всем современным требованиям. Работу актеров прервали испытания ручной системы оповещения. Внимание! Подступило сообщение о предполагаемом подгорании стадии. Это лишь начало внеплановых проверок. В мэрии Ярославля сегодня собрали комиссию ПЧС. Владимир Слепцов обратился к представителям крупных торговых центров с предупреждением об усилении контроля. Во всех местах массового скопления людей пройдут дополнительные учения по противопожарной безопасности. Такая ситуация случилась за считанные часы. Мы не можем допустить, чтобы такое произошло и у нас. В связи с этим, прямо с сегодняшнего дня, то есть у нас, еще раз повторяю, сегодня и завтра, есть для того, чтобы мы эти объекты проверили полностью. В Ярославле определены 43 объекта, подлежащих проверке. Инспекция торговых центров по всему региону начнется завтра. Дарья Крот, Василий Мосин и Сергей Чекмарев. Новость города.